Готовим за проезд, проездные предъявляем. Излюбленная фраза кондукторов потеряла актуальность. Современные проездные нужно не показывать, а прикладывать к специальному терминалу. Ну а деньги можно не протягивать контролеру, а вставлять в купюроприемник. Чебоксарцы привыкают ездить по транспортным картам. О том, как работает нововведение в нашем репортаже. Вместо тяжелой мелочи в карманах или бумажного проездного маленький кусочек пластика, который прослужит вам несколько лет. Так называемыми транспортными картами чебоксарцы начали пользоваться еще в марте прошлого года. Те, кто ездит нечасто, предпочитают тип карты под названием электронный кошелек. Это проезд как за наличность, только вы не таскаете мелочь с собой. И скидка на проезд один рубль. В троллейбусах, автобусах, по пригородным маршрутам 30 копеек с километра. То есть это достаточно выгодно. Вы просто ложите на него деньги, на нем хранится определенная сумма. То есть прикладывайте к терминалу, определенная сумма списывается. Остаток написан на чеке. Для тех, кто пользуется автобусами и троллейбусами несколько раз в день, выгоднее так называемый электронный проездной. Действует он, как и привычный бумажный. То есть в течение календарного месяца проехать по нему можно неограниченное количество раз. Однако, в отличие от обычного проездного, в конце месяца нужно не покупать новый, а пополнить баланс на уже приобретенном. Для этого в городе уже установлено около полусотни терминалов. Подходить к ним смело могут даже те, кто с новой техникой не дружит. Точка, где много пожилых людей. У нас есть молодые люди, которые им помогают очень активно. То есть каждый день они стоят возле терминала, помогают. Многие пожилые люди очень охотно обучаются. Там нет ничего сложного. Ну, дальше приходят сами пополняют. Кстати, проездной нового типа не страшно потерять. Если вы оплатите стоимость самой карты, а это 100 рублей, то проездной вам восстановят. А в случае электронного кошелька вернут на него сумму, которая была до утраты. Что ж, выходит, как ни крути, у единой транспортной карты сплошные преимущества. Однако, опрос показал, чебоксарцы к пластикому новшеству относятся не так однозначно. Деньги не надо носить. Заплатил раз и все. 500 рублей. Ну, я, честно говоря, не поняла, что удобнее. Так показал и все. А тут надо каждый раз прикладывать. Мне это не нравится. Расплачиваться деньгами каждый раз не столь заставать удобно, какую-то мелочь искать. А тут, пожалуйста, раз и проблем никаких. А чем лучше бумажного проездного? Бумажного проездного? Ну, это, наверное, отходит. Во-первых, подделки какие-то могут быть. Наверняка это невыгодно, да, той организации именно транспортной, да. А во-вторых, это будущее, это настоящее, вернее, наш век, то, что связано с картой. Наши удобства знают, вряд ли удобства есть. Проездовало лучше. Так или иначе, в обозримом будущем пластик, скорее всего, заменит другие способы оплаты проезда. А специалисты утверждают, к такой схеме в скором времени присоединятся и маршрутки. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.